Привет! Я смотрю многим нравятся видео уроки про Samsung. Я решил продолжить двигаться в этом направлении, показывая вам скрытые возможности, прошивки, интересные фишки и возможности смартфонов и планшетов Samsung. Ставь лайк на это видео, чтобы я видел отдачу и пилил побольше такого контента. Ну а за предоставленные смартфоны для обзоров благодарю сеть салонов на связи. Купить любой смартфон или любую другую технику вы можете в салонах на связи, ссылочка в описании. В сегодняшнем видео мы затронем камеру, ведь это одна из самых важных функций смартфона. Именно из-за камеры многие готовы доплатить и купить смартфоны подороже. Но стоит ли переплачивать? Так ли плохо снимает ваш смартфон, как вам кажется? На самом деле встроенное приложение камера не раскрывает весь потенциал возможностей смартфона Samsung. Но благо есть камера, которая позволяет выжать максимум с фото возможностей вашего смартфона. Google камера. Что? Вам кажется, что вы это где-то уже слышали? Нет, вам не кажется, это действительно популярная программа. Но давайте мы перейдем к реальным примерам и сравнении фотографии между стоковой камерой и Google камерой. А после я вам расскажу, откуда ее скачать и как установить. Ну и конечно же, какие настройки нужно выполнить после первого запуска. Поехали! Для того, чтобы сравнить, как получаются фотографии, я сделал несколько фотографий. Они у меня здесь в папочке. Получается, я сделал какие-то фотографии с и ночным режимом, а какие-то просто на улице. Давайте начнем с фотографий, которые делаются в ночном режиме. Итак, это первое вот это. И вот же эта фотография уже на камеру от Google. Итак, смотрим. Это у нас на стоковой сфоткано. Это у нас на Google. Ну что, разницу, я думаю, вы видите сами. Согласитесь. Получается, у нас вот здесь вообще темно на стоковой. А здесь даже виден цвет. То есть, видно, что это зеленый цвет. Также у нас здесь пол очень светлый, а здесь все такое темное. Окей, идем дальше. Не будем на это зацикливаться. Открываем другую фотографию. И давайте посмотрим, например, вот на эту фотографию. Значит, эта фотка сделана на стоковую камеру. А вот эта на Google камеру. И посмотрите, пожалуйста, разницу здесь. Вот, пожалуйста. Тут даже говорить не надо. Просто можно вам показывать. И вы сами будете все видеть. Здесь у нас получается вообще все размыто на стоковой. А вот на Google видно даже деревья очень отчетливо видны. И плюс видно здание. То есть, у нас, кстати, сейчас как раз туман. Поэтому камера здесь отрабатывает конкретно. Ну что ж, давайте перейдем к следующим фотографиям. И давайте возьмем мой рабочий стол. Вот, пожалуйста, сделана фотография на сток. И на Google камеру. Вот разница. Здесь вообще не видно клавиши на клавиатуре. Стол такой бледноватый, да. А здесь у нас все светлое. Смотрите. И вот можно посмотреть фотографию, например, цветочка. Я здесь фоткал. Это получается у нас стоковая камера. Это у нас Google камера. Ну, разница вообще просто колоссальная. И тут можно молчать. Вот, пожалуйста. Сравнивайте сами, ребят. Слева стоковая, справа Google. No comment, как говорится. Здесь окей. Закрываем. Еще у меня есть фотографии здесь. Пожалуйста. Разница видна, ребят. Согласитесь. Здесь видно все такое светлое. А здесь такое темноватое. Так. Вот это Google. Это стоковая. Посмотрите, какая разница. Google камера сфоткала все как вот есть. То есть все по-настоящему. А здесь такое все бледное. Ну и, собственно, все. Я утром, если честно, вышел. Минут, наверное, 40 ходил. Тут бегал, носился. Думал, что снимать. В итоге сделался только фотографий. А теперь давайте перейдем к смартфону. И расскажу, как устанавливать. Какие нужно делать настроечки, чтобы у вас тоже получались классные фотки. Итак, подошел самый интересный момент. Это установка. Как мы устанавливаем, как мы ее настраиваем. Ребят, в описании под видео будет ссылочка. Переходим по этой ссылке. Вот такая вот будет ссылка. Сейчас я ее обновлю. Нажмете на зеленую кнопку. Появится два зеркала. Выбираем любой из них. И у вас начнется скачивание. Вот как я сейчас сделал. Нажимаем скачать. И понесется скачивание. Я уже скачал, поэтому скачать не буду. После этого мы идем в мои файлы. У вас это будет в папочке дом Влад. А поскольку я скачивал на компьютер, потом скидывал на телефон, то у меня здесь внизу. Я также тестил другие версии. Но вот, например, в этой нижней версии от Булкина, там передняя камера фотографирует, но фото не сохраняется. Поэтому я нашел идеальный вариант, который работает шикарно. Это вот у нас версия 6.1. Нажимаем, установить и открыть. Если вдруг у вас не установится, значит ваш телефон не поддерживает эту версию. Вам нужно будет другую скачать. А на другие я оставлю ссылку в описании. Пробуйте штук 3-4. Если ни одна из них не установится, значит ваш телефон не поддерживает Google камеру. Потому что для работы Google камеры должна быть включена 2IP. 2IP по стандарту включена на всех смартфонах 2019 года. Смартфонах Samsung. И может быть на всех остальных, которые там 17-18 года, которые работают на Android 9. В любом случае вам нужно установить и проверить. Если ни одна из версий не установится, а еще хуже не откроется, будет выдаваться ошибка, значит у вас не включено 2IP. Нужно включать. Но включить нужно уже будет через root права. Поэтому если у вас не запускается, то советую вам уже этим не заморачиваться. Потому что нужно установить root права. А это уже совсем другая история. Итак, после того как установили, нажимаем на камеру, запускается. И после этого нужно зайти в еще настройки. То есть я вам сейчас покажу настройки, которые нужно сделать обязательно. А все остальные настройки уже на цвет и вкус. Итак, заходим сюда, в первый пункт. Здесь заходим в fix. И здесь нужно будет выбрать, у вас изначально будет здесь, на первом пункте стоять. А нам нужно будет выбрать второй пункт, default. Далее мы возвращаемся назад. И заходим в input model. Здесь нам нужно выбрать фронтальную камеру, pixel 3xl. И мы видим, что задняя камера у нас тоже pixel 3xl. Все, друзья, остальные все настройки, качество, кадры в секунду, разрешение и так далее. Все настраивайте под себя, под свой цвет и вкус. Ну и все, собственно, можно фоткать и смотреть разницу. Я уверен, вы действительно обалдеете от разницы между стоковой и этой камерой. Ну а я с вами, ребят, прощаюсь. Ставьте лайк, дайте мне знать, что вам нравятся такие видеоролики. Пишите хорошие комментарии, чтобы я продолжал интересные видеоролики, связанные с Samsung и не только. Всем спасибо, пока-пока.